Только что завершился второй тур, второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению, к огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальное коммунике, на которое вышли стороны. И, соответственно, мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки. Официально могу сказать следующее. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы соответствующие логистические процедуры. Спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим дальше обсуждение всего блока вопросов. Только что закончились переговоры с украинской стороной, на которых мы подробно обсудили все три блока вопросов. Это вопрос военный, вопрос международный, гуманитарный. И третий вопрос – это вопрос будущего политического урегулирования конфликта. Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. По части из них удалось найти взаимопонимание. Но главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны представителей Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения. Возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения, я считаю, что это существенный прогресс. Еще раз Российская Федерация призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились. Завершился второй очень важный раунд российско-украинских переговоров. Удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. Конечно, еще предстоит определить механику и в первую очередь военным ведомствам. Но, тем не менее, нам теперь есть, что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть. Ничего важнее нет, поскольку это человеческие жизни. Ну и, конечно, для реализации договоренностей я не буду сегодня их озвучивать. Сегодня предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия. Некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуру национальной ратификации. Но это вопрос, может быть, не столь быстрый. И, тем не менее, тянуть с реализацией тех договоренностей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или, может быть, даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, тянуть ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока.